39 глава в это ванадам а ты человек и новая львок порочь твой огоге в марта и скажу к ома радуна и так сказал господь бог или не лиха гог вот и на тебя гог на си рожь ваших в туваль мы говорили о переводе этих слов что возможно это означает главнокомандующий машей туваля можно означать что это командир командующий властитель машей туваля что слова рожь можно переводить так или иначе это мы говорили в прошлой беседе тот же самый год когда всевышний горит вот я на тебя это угроза вот я тебе покажу ушла в тихо я тебя подобил соблазню подговорю и я тебя соблазню то есть с одной стороны будут какие-то внутренние голоса которые говорят но уже гогушка давай давай рванем а с другой стороны будут какие-то внешние мечты и фантазии какие-то внешние соблазны вот эти два слова которые в панданы друг другу играют в или тихо и подниму тебя мир катыца фон с краев севера и у тихо а ларей израиль и приведу тебя на горы израиль что здесь важно может быть дополнительно для понимания история которая идет речь гог чем-то похож на амалек когда израиль выходит из египта амалек который вообще не отсюда который живет далеко он приходит и нападает на израиль здесь самых дальних самых дальних это как если бы норвегия вдруг решила напасть на австралию то есть непонятно что причины конфликта что сподвигло и здесь тоже самый дальнего севера то есть утверждение славы божьей и утверждение то что бог обосновался и живет и прославляется через народ израиля до самых краев земли через то что с краев земли самого севера кто-то вдруг решил прийти воевать мне очень интересным доказательством было это было много лет назад больше десяти лет назад уже я был в городе таллин там ко мне подошел потрепивший человек который по-русски говорил сильным эстонским акцентом сказал ты же из израиля дай ну да я из израиля я приеду в израиль и буду воевать чтобы вернуть иерусалим палестинцам я говорю тебе это зачем простите живешь в мирном тихом городе таллин потому что бог меня зовет и думаешь это же как бы подтверждение тому что их из кем здесь говорить такое свидетельство о том что человек который действительно живет там у подножия севера очень северная страна и у него вдруг есть побуждение он покажет на карте израиль у них побуждение ехать и воевать за то чтобы вернуть иерусалим палестинцам вот такое вот побуждение устроить всевышний я ударил по луку твоему подбил в которую в левой руке у тебя лучник держит лук в левой руке стрелу вставляет правой рукой натягивается я выход цеха меда именно я их собью можно сказать можно было бы сказать выберем из рук твоих лук твой и стрелы но здесь имеется ввиду я повернул лук твой то есть скорее всего это параллель к тому что пришедшие с севера народы придут и уже подойдя к иерусалиму не дойдя до иерусалим они обратят лук свой друг на друга а на рейс рэль типоль на горах израиля пойдешь от а в иголе кафе хаты и все твои сателлиты вы ами машер и так все народы которые с тобой то есть не где-то в битве за хайфу за аку за кириат шмана или за рожпина за какой-то город просто на горах ты никуда не дойдешь на ровном месте ты погибнешь и друг друга нападете самый вид друг друга перестреляете ты падешь эти все твои сателлиты и народы которые с тобой и будет это для налета для того чтобы слетали с тебе все птицы коль канав всякое крыло ваяхаята сады и всякий зверь полевой на татиха ляха все вами дам в пищу я закачал пир из всех ваших прихожанцев на мою землю воевать с израилем и будут пировать птицы которые съедают плоть потом мы говорили животные полевой вырезают догрызают кости альпнея сады типоль ты в поле упадешь снова не в городе не под стенами города как тот же сам хриф никуда не дойдешь просто в поле до друга поубиваете и все это так закончится и они дебарти но мадонай рим потому что так я сказал говорит господь бог я пошлю с в магом убей швея им в это и тех кто думает что они живут на безопасных островах и это остров на иврите но в ротских силах это кто-то изолировано защищенно живущих как есть островок безопасности островок демократии островок счастья до меня не дойдет меня не коснется туда придет огонь в идуки они адунай то есть и на землю откуда не вышли магог тоже придет огонь и на всех присоединившихся который казалось а мы это тут причем тоже пойдет огонь они узнают что они что я господь в чем кучи у дебе тохами израиль имя мое святое я возвещу в народе моем израиль то есть господь провозглашает своими у господа много имен господь провозглашает свое имя то есть раскрывает полноте свои качества внутри израильского народа если ты думал что господь забыл израиль или оставил или что недостаточно силен чтобы израиль защитить в полной мере это откроется на очень далекие расстояния тем народам которые которые пришли самого дальнего севера самых дальних краев мы знаем что и мечтали прошлом году что и с йогой почти до африканского рога будут присоединившись большая коалиция народов которые придет и вся она получит огня в углу ахель и больше не дам я порочить сквернять и чем ключи имя святости моей больше мы еду агу им и узнает народы тьянии адуна и кадож быстро и что я господь святой в израиле вот приход приходит и случится вот это приходит и случится это избавление для израиля но это гибель соответственно для тачагога но мадонай говорит господь ойом ашерди барти это день о котором я говорил через многих пороков господь говорил что будут допить топтать их как вдовильни и много есть пороков по которой порочеств на порочестве о гибели народов которые придут и восстанут против израиля вот все это случится вы шву в яйцо в яйцо из своей ара израиль и выйдут жители городов израиля у вару бенешек и будут топить и совершать отопление и отапливаться и готовить бенешек на орудии у магены на щитах и на латах и на луках и на выходзими на стрелах у макерят и палецами ручными убы ромах и копьями уборубаем эш шевашаним сети будет использоваться для топлива семь лет будет сжигаться семь лет прежде всего прежде всего оружие перестанет быть ценным то есть если раньше добиты в бою лук меч автомат пулемет противотанковая граната все это ценилось сладу запасы то есть понимание что оружие больше не понадобится можно выйти фоль собрать оружие ну и может быть современным языком и выражаясь слить горючее станков и пользоваться этим смело все переработать все пустить на мирную жизнь нужно больше не боимся войны и соответственно собственно ресурсы можно будет беречь 7 лет за счет всего вот этого что останется что будет разбросана по земле и за может быть долго существовать и всю коммуналку себе обеспечивать и не будут таскать деревья с поля и не будут рубить лесу потому что оружие будут топить и разграбят то что не награбили то есть нашли они же по дороге грабили народы и захватили добычу их на ум адунай так говорит господь то есть можно будет неделю семилетку жить в достатке за счет всего награбленного за счет потерянного от того что они сами пересыняли друг друга то есть не будет боевая победа народа израиля это будет победа от того что они сами друг друга перестреляют перебьют в прошлой главе когда мы обсуждали прошлый главу мы говорили об удивительной версии мальбима удивительно потому что она 200 лет назад высказана о том что европа наполнится мусульманами эти мусульмане подобьют европейцев идти войной на израиль и когда вместе с ними придут в израиль будут бить и нападут один на других и друг друга перебьют но это конечно только версия просто интересно как иногда проглядываются исторические параллели в различных комментариях в а я бы могу и будет в тот день и тенли бог маком шан кевер бы израиль и будет день я дам выделю для бога место захоронения в израиле когда уже хоть долгое время конечно птицы будут есть и звери полевые поскольку в израиль приходят народы приходят люди на поклонения нужно чтобы трупы на дороге не валялись вообще трупы надо охранить гей в рим долина переходящий это долина возле афула там где гора мегидо скорее всего одна из известных долин в рим кедмат ям и она проходит к морю и ход сами ты этого время и она закрой путь проходящим то есть именно в этой долине и случится вот это перестрелка перестрелка внутри одного лагеря и там же ходу их и будут хранить вы хабру шамет гог витку ламона и там похоронят бога и все сборище его выкару гай амон гог и назовут это долиной гогова сборище в ковром быть израэль и будут хранить их дом израиля лиман тэр это арыс шива худышим для того чтобы очистить землю то есть земля должна быть чиста не должна быть усилия трупами эта операция по духовной дезинфекции земли будет продолжаться 7 месяцев мы видим что 7 лет 7 месяцев и так далее 7 это конечно же символические числа необязательных отвергать секундомером но и можно и буквально смысле понимать и коронить их будет весь народ земли то есть это будет всенародное мероприятие так много будет трупов что весь народ придется подключить к тому чтобы землю поскорее очистить вояра им лишаем им к воде и станет им в память прославление день славы моёй на ум 1 и или им говорит господь бог ванше и томите в делу еще назначат людей постоянных об римба арать которые проходят по земле то есть те кто похоронен на к те кто заваливал дороги тех похоронят быстро на еще наберут людей тех чтобы 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 они хранили то время на турим от неара те кто останется после этого назема кто-то сбился с дороги кто-то куда-то пытался от катаклизма сбежать в горы кто-то куда-то сбежал нужно будет еще раз прочесывать патрулировать землю чтобы находить трупы недопохороненных после 7 месяцев будет такая еще операция и видимо подключат и телеги с наслах вывозить трупов на трупы и так далее в авру а у в римба арать и будут проходить или по земле гора этим адам если увидеть кость человека у на и срации он поставил за него метку от коврота вами к брем пока придет похоронной команды похоронят и льга им он в той же самой долине то есть те кто разбежался чекки случайно убежал и забежал далеко может быть человек долго выживал долго бродил далеко забрел все равно их будут свозить трупы их в долину ином и там хоронить гам шем ира амуна и город который рядом назовут амуна то есть город назовут 6 боевых операций амон это толпа амона это толпящийся шумный город то есть на месте где кучи трупов рядом с этой кучей трупов будет процветающий мегаполис который назовут переводя на полу русский язык мегаполис хотя крестово греческое большой город закончится бесславно поход товарища гога святую землю но есть еще повеление ваатавэ надам а ты человек комара донай элогим так сказал господь бог и морли ципор коль канав скажи всякой птицы крылатый лихон хаята садэ и всякому зверю полевому и ковцу собираетесь у вау и приходите вы асфоуми савив и собираетесь со всей круги альзывхи на бойню или на жертву ашер они завых лахэм который я завиваю завых гадоль алары израиль великая великий забой на горах израиля выхать им басар учите тем дамы есть плоть и пить кровь басар гибурим тухэлю будете пить кровь героев выдам нас и арец и кровь лидеров мировых будете пить а я это конечно метафора а я лим как лани карим как быки ваатудимы козлы парим откормленные быки мари башан кулам все они откормленные на добром сочном корму вахальтым хэлев лицова и будет есть жир до сытости вы шатитым дам дыши кроны будете пить кровь до пьянения а шар за вахтелем который я вам забил то есть это бойня страшная вещь по сути да ведь очень много народу погибнет очень много народу да это все люди свои люди бойня будет праздником пиром для птиц и зверей высоватым аль шульханы и насытите за столом моем сус варехов гибор конь и колесница героя коль и шмельхама всякого человека войны дума дуна я им говорит господь бог похоже на большое такое забой большое такое жертвоприношение для всей природы по конечно это образ но спорту я устроил пир вся природа будет пировать и праздновать эту победу вы на татит к воде бегу им я дам славу свою народам и все народы увидят суд который совершил вы от еды ашер сам тебе и руку которую положил на них то есть через все это через эти показательные процессы этом суд свои народы узнают кто я есть и только они вы идут быть израэль и узнают дом израэля ки они а то на элой гэм что я господь бог их меняем ау варя с того дня и дальше вы идут агу им и узнают язычники ки бэ унам галю бэд израэль что за грех свои были знаны израильтяне а шерма алюби за то что они обманывали меня предали меня вы астерпана ими им и тогда я сохранил лицо свое вейтнам боят царгем и отдал их в руку тех кто доставлял им беды вейблю бэхэры вкулявы и они погибли от меча китмэгэем кившэем а ситю там по нечистоте их и по злодейству их я с ними поступал в эстерпане по найме и прятал от них свое лицо то есть все язычники поймут что это был не разрыв отношений что это не было что я бросил не было то что я оказался бессилен их защитить что я потерял силу потерял авторитетность уступил другим богам или испугался других богов или упустил что это была часть воспитательной работы моей с моим народом лохэн комара дуна иллювим поэтому так сказал господь бог а то теперь а шивы и цвут яков я теперь верну жить и якова в рихамки холь бэйт израиль и помилую весь дом израиля и канете лишим ключи и возрывную к святости имени моего я их прощу я их помилую я их верну в верну их их жилищем в их страну выносует климатам понесли они позор свой ведь коль малам а шерма люби и за весь обман свой которого обманывали меня быть шертом адаматам леветах воин махлет и теперь отбывайте наказание отсидев свой срок в изгнании отстрадав в изгнании они теперь будут жить на своей земле и никто не будет пытаться пугать их бит шоу вави от амин амин потому что когда подобию их вы хотите из народов буду подбадывать их вы хотите из народов точно так же как мечтали в предыдущей главе и в этой главе подбивал бога идти на войну также я подобию выходить со мной израиля и каватсио там мир сотов и бэйм я соберу их из страны врагов вы никуда ж тебе я свящусь ими для иные во им рабим при лицом многих народов вы еду и они 1 или и они узнают что я господь бог мой бэйглюти атэм элаго им потому что когда их изгоняю извинял среди народов ваконастима радмотам и вернул их на землю их лё утир одмеймшам никого из них там не оставлю то есть будет время когда за пределами израиля не будет ни одного еврея я всех соберу всех соберу то есть те кто где-то когда-то куда-то потерял документы те кто поменял имя те кто на половину или на три четверти ассимилировался и потерял свое еврейство всех 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 соберу удивительного множества удивительных рассказов историй о том как господь бог возвращает евреев находит евреев которые и не знали что они евреи от которых скрывали их родители что они евреи таких рассказов бесчисленное множество и эти люди возвращается в израиль и начинают жить полноценной еврейской жизни становятся учениками торы и раввинами все это видим сегодня и то что видим сегодня это только чуть-чуть от того о чем говорят пророки ну что глава глава наверно больше ободряющая чем страшная замечательно по моему слова утешение ободрение надежды это тридцать девятая глава книги порога и скилл